Всем привет! Сегодня мы опять поговорим о замене матрицы. Дело в том, что иногда бывает так, что замену разбитой матрицы мы купили, поставили новую матрицу, а она нормально не работает. Либо изображение может быть смещено, неправильное разрешение, какие-то полосы могут быть. Либо, как в моем случае, у нас не регулируется яркость. Видите, всего две степени регулировки, полная яркость и как бы минимальная яркость, которые чередуются. Причем это же самое и в биосе, то есть как бы драйвера, Windows тут ни при чем совершенно. Многие могут подумать, что плохая матрица. На самом деле матрица здесь очень хорошая. Так в чем может быть причина? Проблема заключается в ID матрице. И хоть матрицы могут быть абсолютно одинаковыми, абсолютно одного производителя у нас, но Samsung записывает, скажем, свои значения, Lenovo записывает свои значения. И дальше уже биос ноутбука проверяет эти значения. И если эти значения не соответствуют тому, что производитель ноутбука в био, он может неправильно работать с матрицей. Хотя, повторюсь, матрицы абсолютно одинаковые. Давайте посмотрим на матрицу поближе, на плату матрицы. Вот мы с вами видим одну микросхему EEPROM. Она так и подписана. Из EEPROM. То есть EEPROM. И рядышком у нас есть еще одна EEPROM, которая подписана EDID. Вот именно вот эта вот EDID у нас за все это отвечает. Сам EEPROM у нас 416WP. Это 24C16. И ID у нас 402WP. Это 24C02. Именно вот эта микросхема нам и нужна. Все, что нам нужно сделать, это считать данные с этой микросхемы. И прошить ее в нашу новую матрицу. Либо выпаять эту микросхему со старой матрицы. И впаять ее на место точно такой же микросхемы на новой матрице. Для того, чтобы считать прошивку, достаточно программаторам подпаяться вот к этим контактным площадкам. SCL и SDA. Это для основной EEPROM. Это у нас 5 и 6 нога. Но то же самое здесь вот эти контактные площадки. SCL и SDA. Это у нас питание. Но еще землю надо взять. Я подключаю программатор просто проводками. Давайте посмотрим на старую матрицу и новую матрицу. Обе матрицы имеют абсолютно одинаковую маркировку. LTN 156AT05. Производство Samsung и здесь и здесь. Но эта матрица стояла в ноутбуке Lenovo. А эта матрица продавалась для ноутбука Samsung. И я такие матрицы в Samsung Style. Беспроблемно заводится. Абсолютно все работает. Ну а сама микросхема EEPROM здесь совершенно другая. Поэтому обыкновенной перепайкой здесь никак решить вопрос не получится. Разные корпуса. Поэтому единственный вариант это все-таки прошить именно вот эту микросхему. Самое главное забыл сказать. Когда вы работаете с матрицей, отключаете эти шлейфы от матрицы. Обязательно вытаскивайте аккумуляторы из ноутбука. То есть полностью отключить блок питания и вытащить аккумулятор. Если вы это не сделаете, то как правило выходит из строя у вас либо видеочип, либо матрица. Так, ну и давайте проверим. Как у нас теперь работает регулировка яркости. Сейчас максимум. И вот пошло плавно уменьшаться. Все можно собирать дальше. То есть работа полностью восстановлена. Ну и кому интересно, показываю сравнение двух прошивок от новой матрицы и разбитой матрицы. На одной видим Samsung, на второй ничего не видим, но подразбиваем Lenovo. Эти прошивки я выложу. В описании под видео будет ссылочка. Вдруг кому-то пригодится. Вдруг кто-то купил новую матрицу, а старую не сохранил и выкинул. И как раз вот этот прошивок в этом случае поможет. Я такие случаи знаю, когда люди выкидывали матрицы старые. И потом имели проблемы. Как раз по той простой причине, что ID матрицы было другое. Для чего это делают производители? Ответ в общем-то очевиден. Для того, чтобы люди не меняли матрицы самостоятельно. Либо в каких-то там незнакомых, неизвестных мастерских. А обращались только в авторизованные сервисные центры. И все это стоит совсем немаленьких денег. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Ссылочки в описании. Пока.